Приветствую друзья! Еще один сап, который я предлагаю вам рассмотреть, выпущен компанией VGZ Blon в сотрудничестве с некой TDKD. Базируется он на двух чипах Cirrus Logic C43331, поддерживает PCM до 32 бит 384 кГц, DSD 256 и, как и все актуальные модели, имеет огромное окно на свой богатый внутренний мир. Называется аппарат скромно V1. О нем мы говорим. Поехали! Приходит он в небольшой картонной коробке с перечнем технических характеристик. В комплекте шла лишь инструкция и небольшой прозрачный Type-C кабель класса лапша. По мощности информации немного. Это примерно 60 мВт на трех с половиной миллиметровом выходе и около 160 мВт на 32 ома нагрузки с балансного. То есть нормальный такой середнячок. Что-то совсем уж тугое он возможно и не потянет, ну а с рядовыми планарами точно справится. При долгой нагрузки аппарат слегка нагревается, в паузах же мы имеем абсолютную тишину. Корпус у ЦАПа металлический, с большой витриной на лицевой части, интересной гравировкой, отверстием под шнурок, тремя управляющими кнопками, Type-C входом и выходами сразу на 3,5 и 4,4 мм джек. С кнопок можно управлять своей внутренней громкостью, а также ставить музыку на паузу. По потреблению Блон В1 даже чуть экономнее, чем Эпс ТП-35. Всего 0,07 ампера. Что по сравнению с другими конкурентами просто сверхэкономно. О драйвере лично я никакой информации не нашел, так что пользоваться придется в СЭПе или тем же ASIO4ALL. Всему же мобильному и построенному на Linux ничего для работы не требуется. Измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на ЦП и Ванда Космос. Здесь требуется небольшое пояснение. Дело в том, что по умолчанию ЦАП работает на низком уровне усиления. Это 1 и 2 в РМС в зависимости от выхода. Однако никакой информации о том, как данный уровень изменить, ни в инструкции, ни на странице продавца нет. Поэтому все делалось на лоу гейн. Сами результаты, кстати, меня порадовали. Шикарная АЧХ, шумы чуть ниже минус 144 дБ, отличный динамический диапазон и искажения в случае гармонических на 4,4 мм выходе составляют минус 123 дБ, а с 3,5 мм минус 120 дБ, что соответствует 12,23% соответственно. Интермодуляционные искажения на 4,4 мм достигают минус 130 дБ, а на 3,5 мм джек минус 123 дБ. То есть все ну просто шикарно. По своему характеру Blon V1 немного напоминает SMSL D10, но более тонкий по своей факторе с большим количеством воздуха, уклоном в четкость, динамику и предельно высокое разрешение. А следовательно, он шикарно подойдет для всего техничного, агрессивного и скоростного. Звучит он очень натурально. Чуть глубже и объемнее, чем Acclaim PD6, но особо в музыкальность не уходит, выбрав грань эдакой утонченной текстурности. Вот только рассмотренный нами TP35 ему тоже не конкурент, поскольку EBS уж слишком ярчит, а порой даже немного режет слух. В герое же обзора все чудесным образом сбалансировано и гармонично. Для джаза всего академического и вокального у него, на мой взгляд, недостаточно той самой акустической массы, глубины и тембрального объема. Звучание слишком разреженное, аж до прозрачности или кристальной чистоты. Такая подача прекрасно подойдет для длительных игровых сессий, мониторинга и без сомнения понравится всем ценителям так называемого честного звучания с уклоном в мониторность, но без сухости, отстраненности или усиленной резкости. У нас наоборот звучание по аналоговому слегка смягчено, очень выразительное, мелодичное и предельно эмоциональное. Неплохо тут все и с голографичностью и с передачей общего масштаба композиции. Глубина у сцены строится без особого размаха, но с аккуратностью в плане передачи инструментов с отдаленных планов. Слушать такое в целом интересно, сверх комфортно и невероятно познавательно. Если вы любите искать в композициях всякие оттенки, нюансы записи и артефакты сведения, то это однозначно ваш выбор. Здесь все как на ладони. Бас мягкий, глубокий, серединка чуть ли не идеально четкая, хорошо артикулированная и эмоциональная. Да и верха внимание на себя не тянут, грамотно дополняя гармониками среднечастотные инструменты и облагораживая перкуссионную часть. Мне бы здесь хотелось чуть больше жирка и веса, ну и хоть как-нибудь подчеркнуть глубину сцены. В остальном это решение прямо образцово показательное. Лучше всего оно подойдет для рока, металла, всего изначально электронного, требовательного к уровню прорисовки и динамичного. Для джаза же, симфонической и другой академической музыки, звучание тут слишком уж разряженное, с избытком воздуха и недостачей акустической массы. При этом все очень музыкально, увлекательно и прямо таки магнетично. Для всякой техничной и текстурно ориентированной музыки, это прямо моя настойчивая рекомендация. Прорисовка у тембров здесь ну просто превосходная. Данная модель, кстати, входит в десятку моих рекомендаций на конец 2024 года. Итогом мобильный ЦАП В1 прекрасно выглядит. Имеют свою внутреннюю громкость, отдельную кнопку для паузы, высокого класса измерения, хорошее энергопотребление и очень подробное, прозрачное по своей фактуре сверх эмоциональное звучание. Да, здесь много воздуха, есть ощущение разряженности и сцена не особо-то глубока. Зато текстуры и всякие оттенки звукоизвлечения передаются просто выше всяких похвал. Аппарат за свои деньги шикарный. Если вам нужен прямо до кристальности прозрачный звук, это именно он. А у меня на этом все, это был мобильный ЦАП Блон В1. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на них обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Субтитры сделал DimaTorzok